Дмитрий, привет! Привет! С нами гость блога Дмитрий Усанин, город Москва, свадебный фотограф. Спасибо. Здравствуйте всем, кто меня видит. Дим, ну сразу завалю вопросами. Расскажи немного о себе, кто ты сейчас. Ты сам сказал в первых строках того, когда ты меня представлял, свадебный фотограф, город Москва. Собственно, вот всё, что ты сказал, так и есть. Это моя основная работа, моя основная деятельность. И моё поприще. С чего началась твоя фотоистория? Сейчас ты достаточно узнаваемый, известный фотограф. Твои картинки отличаются. А с чего всё начиналось и с каких фотографий начиналось? История самая простая. Честно говоря, фотографированием, фотоаппаратом увлекался с самого детства. И плёночные фотоаппараты я даже со школы помню. У меня была смена, потом был фэт и так далее. Но это всё были любительские какие-то. И фотоувеличители, и плёнки я проявлял, и впечатал. Это было увлечение. Далее я всю жизнь занимался бизнесом. Я бизнесмен. И фотоаппарат всегда был со мной в моих путешествиях. Я его брал, радовал близких какими-то снимками. Но спустя какое-то время фотография стала привлекать меня всё больше и больше. И по прошествии уже довольно большого времени именно фотография стала теперь моим бизнесом. И это основное, чему я посвящаю всю свою жизнь. С чего начиналась твоя коммерческая фотодеятельность? С каких-то простых свадеб, портретов или с чего ты начал? Да, это было много лет назад, и кто-то просто-напросто уговорил меня попробовать, ну снимите нашу свадьбу. И я долго отказывался, но в конце концов согласился, снял. И это был какой-то первый опыт, который многому меня научил. Я понял, что я не умею ничего делать. И, соответственно, возможно, это было таким вот толчком к тому, чтобы научиться снимать и делать хорошие кадры. Благодаря чему ты добился успеха? Трудолюбие и работоспособность. Фотография – это такой вид искусства, который не может взяться с пустого места. Всё приобретается обучением и опытом, и повторением. Опытом, повторением, съёмками. И анализируя какие-то ошибки на одних съёмках, ты находишь, что то-то делал неправильно, что-то недосмотрел. И пытаешься это исправить уже в следующей съёмке. И таким образом всё это выливается в какую-то систему, и человек становится фотографом, который имеет свой стиль. Он не повторяет что-то, а делает что-то уже своё и не похожее, возможно, на другое. Чем ты отличаешься от других фотографов? Возможно, тем, что я очень люблю живопись. Во всех городах, в которых я бываю, немало городов, только в прошлом году я посетил порядка 25 городов в России, и не только в России, со своими мастер-классами. Я стараюсь пойти в музей, в картинную галерею, потому что своё вдохновение я ищу в картинах художников. Да, я стараюсь сделать свои фотографии, похожие на картины. И какие-то опыты у меня удачные, какие-то неудачные, но, по крайней мере, моя фотография на сегодняшний день больше похожа на картину, чем на фотографию. И я думаю, что именно этим я отличаюсь от других фотографов, которые фотографируют. Ну, в том числе и свадьбы. Кто твои клиенты? Обычные люди. Люди, которые... Ну, я бы не сказал, что обычные. Скорее всего, это какие-то особенные. Последнее время приходят ко мне клиенты. Такие, что касается невест, это такие тургеневские барышни. Они какие-то начитанные, они романтичные. Они, чем многие из них, они музицируют на фортепиано, на каких-то других инструментах. Они точно так же, как и я, ходят, видно, в картинные галереи. Они знают что-то о художниках, о картинах. И мы с ними находимся на одной волне. Очевидно, они, когда находят меня, они видят схожесть именно моих фотографий с картинами. И это становится для них притягательным. Потому что для кого-то это может показаться простым видом творчества, но сделать фотографию, похожую на картину. Ну, друзья, это не так. Ведь многие художники для того, чтобы научиться рисовать, учились этому многие-многие годы. Возможно, даже некоторые десятки лет. И после этого они только начали выдавать свои шедевры. И я до сих пор учусь. Я до сих пор учусь у них. И, возможно, поэтому моими клиентами становятся именно такие вот люди, у которых привит художественный вкус. Они понимают, что это не просто фотография, а в ней заложен более глубокий смысл, который всегда можно найти при глубоком рассмотрении. И на своих мастер-классах, конечно же, я людей именно этому и учу. Находить скрытый смысл в картинах, фотографиях, в том, что на самом деле человек хотел показать своим искусством. Ты сейчас много ездишь с мастер-классами. Это какие ты преследуешь цели в первую очередь? Это путешествия, заработок или... Что это? Что для тебя мастер-класс? Мастер-класс... Дело в том, что до какого-то времени мастер-классов я не давал, пока меня не стали приглашать в другие города. И когда я увидел, что моим творчеством интересуются люди, которые хотят научиться делать подобные картины или делать что-то подобное, я понял, что в этом есть тоже некий смысл. То есть учить людей – это тоже довольно сложная задача. Конечно же, мне хочется привить фотографии некий другой вкус. И я понимаю, что на сегодняшний день в России у нас фотография немного не похожа на мою. Но если оторваться от этого и посмотреть хотя бы немного восточнее, фотография, которая у нас живет в Новой Зеландии, в Австралии, в Корее, в Японии, и вы увидите, что там фотография, она имеет несколько другое направление. Она художественная, красивая, она похожа на мою. И вот я хочу, по крайней мере, в России продвигать художественную фотографию. Я хочу, чтобы она пользовалась таким же спросом и была также востребована, как и все остальные виды фотографий. Как ты совмещаешь съемку свадебную и поездки по городам с мастер-классами? Ничего сложного в этом нет. Свадебная съемка, ее заказывают не за три дня, не за неделю, не за месяц, а ее заказывают за несколько месяцев, возможно, за полгода, возможно, и даже за год некоторые клиенты заказывают свадебную съемку. Я всегда имею возможность свадебную съемку по расписанию оставить между поездками по городам. То есть, конечно же, если меня попросить снять свадьбу, например, вам завтра, я не смогу. Через неделю я тоже не смогу, расписание забито. Понятно. Скажи, пожалуйста, можешь ли дать какие-нибудь советы молодоженам, чтобы получились хорошие фотографии, чтобы улучшить их съемку? От молодоженов зависит что-нибудь? Зависит больше от фотографа. Молодоженам я бы хотел дать совет всего лишь прислушиваться к словам хорошего фотографа, выполнять его просьбы, какие-то указания. И учитывая, что мои мастер-классы связаны очень сильно с позингом, с позированием, то мне нужно всего лишь хорошее настроение и восприимчивость молодоженам к тому, что я делаю. Все остальное сделаю я сам. Что ты можешь посоветовать фотографам, которые стремятся достичь хорошего уровня фотографий своих? Все очень просто. Смотреть, смотреть и смотреть. Начнем с низшего уровня. Предлагаю посмотреть фотографам просто хорошие рекламные ролики. Посмотреть, как расположен свет. Дальше перейти к просмотру. Это все по возрастающей. Если вы уже на рекламных роликах научились делать, приходите к просмотру фильмов, художественных фильмов, и начинайте понимать там, каким образом мы расположим свет, каким образом режиссер участвует в создании кадра, каким образом взаимодействуют модели в кадрах. И самый высший уровень – это картины великих художников. После того, когда вы научитесь воспринимать эти картины, расшифровывать все скрытые линии силы, взгляды, то, куда художник хотел направить взгляд, то, куда он, наоборот, хотел не направить, где находятся акценты, если вы все это научитесь читать в картинах и читать настроение, которое там присутствует, с помощью символов. Потому что визуальное искусство – оно символическое, и символы, они все время показывают конву, куда надо следовать. Если вы научитесь следовать всему этому, вы научитесь читать картины. А когда вы научитесь читать картины, вы научитесь и снимать картины. Спасибо. Ну и заключительный вопрос. О чем ты мечтаешь, к чему ты стремишься? Хотелось бы мне быть востребованным не только в России, как на сегодняшний день, но и за пределами России. И, конечно же, первые такие попытки у меня уже есть. Это ближние зарубежья, включая Минск, Беларусь, Ташкет, где я уже побывал. Также Эстония. Поэтому я хочу свое искусство продвигать в более широкие массы и быть, как бы это ни скромно ни звучало, всемирно известным фотографом. Скромно. Уверен, что ты добьешься этого. Желаю, чтобы это достигло как можно быстрее в ближайшее время. Ну, спасибо большое. Спасибо. Спасибо и тебе. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok